В заключительный день Intel Extreme Masters готовится, в данный момент проходит первая карта финала, со мной Данил. Давай начнем, пожалуй, с вашего последнего матча против КТР Олстер Булатс. Противостания довольно-таки интересны, учитывая вашу игру на MLG Dallas. Что ты вообще ожидал от этого поединка? Ну, для начала я ждал очень долго, чтобы поиграть против Инсека опять, потому что он мне очень нравится как игрок. Я считаю его одним из сильнейших джанглеров мира, в любом случае, как бы его команда не выступала. И я ожидал от этого матча многое, получил, в принципе, не меньше, чем ожидал. КТР Олстер Булатс получили довольно-таки, не то чтобы критики, но многие сомневались в том, что они смогут себя хорошо показать, учитывая то, что у них произошли изменения в составе, Инсек вернулся обратно в лес, и они не очень удачно выступали на Мастерс. Смогли ли они тебя удивить своей игрой? Мне кажется, они в настоящий момент не лучшая определенная команда Кореи, но если учитывать то, что их состав поменялся так сильно, и то, что они сыгрываются сейчас, они играют очень достойно. Ну, я думал, стоит все-таки упомянуть концовку второй игры, ты уже об этом написал на Фейсбуке, как ты к этому относишься, но, может, все-таки есть смысл повторить это, так как все-таки команда, как мне кажется, незаслуженно получает много критики за свой поступок. Мне кажется, зря люди их винят абсолютно за то, что они выиграли игру абсолютно честно, абсолютно честной стратегией, очень хорошо исполненной, очень хорошо продуманной. Мы поздно осознали, что так вообще можно сделать, если честно. Они использовали потенциал своих героев в той ситуации по максимуму, я бы сказал, потому что 5 на 5 они бы очень вряд ли выиграли у нас. Ну, а чисто с теоретической точки зрения, против этого что-то можно сделать? Ну, вы имеете преимущество, вы пушите топ, и тут внезапно через лес свой, которые вы, ну, как бы даже не думаете, ну, вардить, они приходят, ломают вам базу. Для этого нужно задумываться о конкретно такой возможности и понимать, что если у тебя остался один тавер на базе, а у тебя, по сути, из 5 героев пушит может только сам Адекерри, потому что остальные герои, не знаю, у Казикса автоатака фиговая дамажит, у Шивана тоже, у Лисина тоже весьма печально по сравнению с Элизой. Кос-1 просто ваншоты этого издания за пару автоатак. Спасибо Риотам за балансный скейлинг дамага по туреткам от ТП. То это все, что я могу сказать. В итоге ты должен предугадывать такие действия соперника и хотя бы вардить те части карты, по которым они могут пройти и сделать подобное. Это была чисто наша ошибка. Они молодцы, что нашли, как ее использовать. Но если уж говорить о балансе, то озвучили потенциальный реворк Лисина. Я думаю, тебя как игрока, одного из самых известных игроков на этом чемпионе, ну, тебя как игроку на этом чемпионе есть что сказать по этому поводу? Когда я первый раз увидел анонс реворк Лисина, я не поверил, если честно, своим глазам. Потом, когда меня спросили по поводу него у меня в группе, мне было очень трудно ответить без нецензурных выражений по поводу этого инцидента, я бы сказал. Это самое глупое решение, которое риоты могли сделать в плане баланса за последнее время, за исключением добавления скейлинга от АП на мувспид буст обилочки некоторых героев. И я считаю, что абсолютный балансный герой, такой как Лисин, самый интересный в игре, один из самых популярных чемпионов в игре, не заслуживает того, чтобы его просто так брали и меняли, и, скорее всего, его просто могут выкинуть в окно своим реворком, так же, как они сделали это со Скарнером, к Сирачом и многими другими чемпионами. И я очень разочарован в том, что они приняли такое решение. Ну, а ты не мог бы, как бы, объяснить, хотя бы найти какую-то причину, по которой этот реворк произошел? Как бы, Лисин все-таки это герой, который помогает лайнам сноуболиться, а в лейте, как бы, предоставляет в первую очередь ютилити. И тут, как бы, ну, в принципе, поменяли то, как им стоит играть. То, как сами Риоты комментируют свое желание реворкнуть Лисина, то, что он, как бы, монстр в начале игры и лишь такой утилити-чемпион в конце, мне не очень понятно, потому что, если ты его собираешь в дамаг, он будет и в конце фигарить. И вначале он не такой уж, чтобы прямо и выделяющийся из всех, потому что там есть Пантеон и Лиза, да кто угодно, кто может, ну, не заткнуть его за пояс, но вести с ним достойную битву на карте. И если они хотят просто понерфить Лисников, которые действительно сильны в начале и очень сильно сноуболят и очень сильно фигарят, то, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, там, не знаю, на Лизу, на Пантеона особенно. Эти герои гораздо опаснее, чем Лисин в таких ситуациях. А, ну, ты сам упомянул Скарнера, ты успел им сыграть один раз до того, как его реворкнули. Не мог бы ты вообще, ну, пояснить, в чем состояла ваша задумка и почему ее не получилось реализовать? Задумка состояла в том, что Скарнер это... Честно, трудно вспомнить, что тогда было. Я помню, что Скарнер был один из лучших дуэлянтов на тот момент из Лисников. Он был отличным контргангером даже до шестого левела. Если ты поймал врага, ты его больше не отпустишь под нереальным замедлением с кушкой, которая была. И после шестого левела у него есть самая имбалансная, по-моему, из всех Лисников ульта, с помощью которой ты просто можешь нон-стоп делать фраги. К сожалению, мы нафидили до шестого левела, потом нафидили еще, и, в принципе, не получилось реализовать задумку. До этого в практицах с Варвиком и Скарнером очень часто удавалось даже из почти настолько же печальных ситуаций, как у нас была, камбетчить. Но в этот раз пик врагов был очень силен. Там был Зикс, который просто разносил нашу команду в пух и прах, и война, которая прикрывала все это дело огнем из инвиза. Поэтому не пошло. Хоть в целом сезон у вас складывается довольно-таки неплохо, вы как бы находитесь на вершине ЛСС вместе с СК, но порой у вас случаются такие игры, в которых тебе приходится играть довольно-таки пассивно, за что тебя довольно-таки жестоко критикуют. Например, я не помню, против кого была эта игра, но ты играл в той игре на Элизе. И, как бы, в принципе, если такая ситуация на карте, что ты не можешь прийти, помочь никакому лайну, что тебе следует как Леснику делать в такой ситуации? Для начала нужно помнить то, что до приблизительно 11-го левела, всегда, когда ты фармишь Лесняков вместо гангов, это профит, если твоя команда способна устоять перед гангами вражеского Лесника. Потому что, если вражеский Лесник побегает по карте и не пофармит, а ты в это время там сделаешь плюс 20 крипов, в следующий раз, когда он тебя встретит на любой лайне, он получит очень сильно по лицу вместе с его тиммейтом и, скорее всего, потеряет какой-нибудь объект, типа дракона, вышки или просто части своего леса, которую враги завардят просто после такой доминации над кем-либо и захватят что-то, часть карты какую-либо. В принципе, когда твоя команда проседает, у тебя есть выбор между тем, чтобы идти и очень рискованно помогать какой-либо лайне, потому что обычно, когда твоя команда проседает, у тебя нет уверенности в том, что у врагов твои подходы твои не заваржены, они тебя не увидят и не контргангнут с легкостью, что, скорее всего, случится. То есть ты можешь выйти, попытаться кого-то убить, но, скорее всего, ты сдохнешь. Или ты можешь попытаться нахалявить в лесу, получить несколько лишних крипов, умолять команду о том, чтобы она не нафидела еще больше и впоследствии либо помочь какой-либо лайне, либо попытаться забрать дракона. Поскольку Элиза один из лучших дракон-мейкеров, она забирает его в соло после шестого левела без каких-либо потерь особых, то это вполне стоящее дело пофармить за нее. Тем более, что айтемы на ней сидят очень хорошо, и скеллица она от них замечательная. Ну давай тогда в завершении пару слов о том, что вы думаете о LCS, осталось три недели, плей-офф. Какие вообще мысли по этому поводу? По поводу LCS, ну первая мысль, которая приходит в голову, это то, что мы безумно хотим выиграть этот LCS наконец-то, потому что до этого нас все время что-то останавливало. До LCS у нас будет подготовки куда больше, чем до этой катавицы, хоть, скорее всего, мы и поедем на три дня домой после следующей недели, но все равно у нас там останется что-то типа двух недель, за которые, я думаю, мы наберем форму, которая, ну, практически максимальную, я надеюсь, если никто говнится не будет. Впрочем, что касается последней грядущих недель, на следующей мы играем против Альянсов и еще кого-то, там две игры всего лишь. К этой неделе у нас, я не думаю, что будет так уж много подготовки, мы будем играть на форме, которая у нас сейчас, а потом начнется жара, когда мы будем пытаться придумывать что-то новое, улучшать что-то старое и вообще стараться как можно лучше подготовиться, потому что мы, помимо того, что очень хотим на All-Stars, мы очень хотим выиграть плей-оффы и мы очень не хотим разочаровать наших фанатов. Ну, я надеюсь, что у вас это получится и будем следить за вами уже на следующей неделе снова в Кёльне. Спасибо тебе за это интервью и спасибо вам за то, что вы посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok